Доброе утро! В эфире новости в студии Анна Москаленко и начнем этот выпуск. Сибирские ученые работают над способом высокоточной диагностики рака. Препарат на основе молекул белков Афибоди разрабатывают ученые Национального исследовательского Томского политехнического университета в тандеме с коллегами из Швеции. Об этом сообщают РИА Новости. Исследователи утверждают, средство будет безвредным и более точным, чем аналоги. Они модернизируют одну из самых современных систем скрининга онкозаболеваний – радионуклидную диагностику. Это лучевое исследование организма при введении в кровь препаратов из специальных таргетных молекул. Они подсвечивают раковые клетки. Еще один плюс – белки, на основе которых комбинируют препарат, вызывают минимальный иммунный ответ в организме, а значит, будет меньше побочных эффектов. Пока медики проявляют изобретательность, школьникам и учителям края предлагают заняться творчеством. Учеников с 4 по 11 классы и педагогов региона приглашают участвовать в конкурсе, приуроченном к 85-летию региона. В нем пять номинаций. В зависимости от номинации конкурсанты могут в сочинении, эссе, рассказе, стихах или исследовательской работе рассказать о людях, которые запомнились своим трудом, творчеством и другими достижениями. Можно представить любые работы о путешествиях по заповедным местам Алтайского края, например, авторские рисунки и фотографии. От педагогов ждут методические разработки уроков патриотического воспитания, уроков мужества, классных часов, викторин, встреч с ветеранами, акций и других событий. Один автор может до 21 октября прислать одну работу в каждую из пяти номинаций. Результаты конкурса участники узнают 14 ноября. Любой школьник, а уже тем более педагог, знают, кто впервые пообедал в космосе, а потом применил ручное управление кораблем. Все верно. Речь о Германе Титове. День рождения нашего земляка отметили в минувшие выходные. В 87-ю годовщину на его малую родину в село Полковниково приехала сестра известного космонавта Земфира Аверина и летчик, герой России Андрей Борисенко. Дарья Коншина расскажет подробнее. Больше суток в космосе. Наш земляк Герман Титов совершил второй в мире космический полет. Ему было всего 25 и до сих пор его считают самым молодым летчиком в мире. С того времени прошло больше 60 лет. Ежегодно в день рождения Германа Степановича на его малой родине в селе Полковниково организуют праздничную программу – экскурсии по музею, творческие встречи и мастер-классы. Спустя 40 лет на родину вернулась сестра великого космонавта Земфира Степановна Аверина. Она пообщалась с земляками и родственниками. В Мемориальном музее имени брата она оказалась впервые и сразу пополнила его семейными вещами. Я привезла скрипку Степана Павловича, которую досталось от Токурова Андрея Митрофановича. Потом мамины изделия привезла. Она у нас там на домнице работала. Она вязала очень красивые платочки. Ну и свое рукоделие я вышивкой занималась. Еще один почетный гость – герой России и летчик-космонавт Андрей Борисенко. Он учился в юношеском клубе космонавтики имени нашего земляка. Именно Титов открыл для него большой мир космоса. «Голубая моя планета» – его книга. И, собственно говоря, это была первая книга, которая попала мне в руки. Книга, написанная космонавтом. Я тогда был ребенком, вот, наверное, чуть постарше, чем ребята, которые здесь собрались. Это был третий класс, как сейчас помню. И, собственно говоря, вот с этого началось для меня, наверное, знакомство от первого лица с космонавтикой. Праздничную программу здесь подготовили и для юных гостей. Уже год в Полковниково работает Детский музей космонавтики. Все желающие могут пройти комплекс тренировочных упражнений и отправиться в виртуальное путешествие в космос. Ну, понравилось... Больше всего понравилось, когда мы ракету собирали. Мне понравился фильм, как мы крутились в ступе, прыгали на батуте и решали задачи. О рекордах Германа Титова знают во всем мире. Однако самое ценное, пожалуй, то, что интерес к его личности есть и у сельских ребятишек. Поэтому и не исключение, что кто-нибудь из них может пойдет по стопам нашего земляка. Дарья Кончина, Сергей Балуев. Новости. Нацпарку Салаир исполнилось два года. Эта особо охраняемая природная территория была учреждена постановлением правительства России, в том числе при содействии Русского географического общества. Здесь сохранились естественные черневые и кедровые леса, а также редкие в Сибири реликтовые экосистемы липовых рощ и исчезающие ландшафты северной лесостепи. У меня на этом все. Хорошего дня!